Шестой номер за 11 год. От издателя. Невежество причина наших бед. Да, все начинается с нашего невежества. Мы думаем, что это так. А на самом деле это совершенно неправильно. Луна рекомендует. И вот рекомендация, что там в июне месяце следует заготавливать траву. А теперь поговорим о полезных ягодах. Но лишний раз очень важно самому себе напомнить, что делает та или иная ягода. Потому что вот мы летом идем, она там висит, особенно у нас на юге России. А мы так особо и не пользуемся. А когда мы знаем о ее пользе, уже, глядишь, и съели, что-то приготовили. И в итоге все это полезно сказывается на нашем организме. Вот интересная методика купания в утрене России. Витаминная недостаточность. Вот я как раз здесь рассказываю, что такое авитаминоз, гиповитаминоз, витаминная недостаточность. Сами термины разъясняются. И дальше как их устранить. Профилактика, профилактика. Различные витамины. И как они, значит, их недостаток влияет на наше здоровье. Опыт читателей. Ну вот, и женщина пишет. Мне 25 лет, директор детской школы искусств. И ей помогли мои книги, которые стали настольными. Кстати, сейчас идет переиздание моих книг. И как бы, как бы лучше сказать. Ну вот, на моем интернете, там, канале, ютубовском, Малаховпрум. Ну подписчиков очень мало. 800 человек, это так ерунда. Вот, если каждый бы из вас привел бы, или хотя бы рассказал бы примерно 10 человекам о том, что есть такая газета, есть такие полезные знания, есть вот это вот, все это. Чтобы они посмотрели, там, увеличилось. Ну, я уже так думаю, я готов как-то вас поощрить. У меня осталось много авторских моих экземпляров книг. И люди, которые вот честно и откровенно там скажут, что я вот рассказал об этой газете, о программе Малахов, о целебной кулинарии, там, своим 10 человекам, 10 знакомым, кто-то там из них там подписался, передал другому. Вот, я буду поощрять вот этими вот книгами. Книги, конечно, интересные. Есть даже в авторском исполнении от обложки. И буду высылать таким людям, которые только честно и откровенно сказали, 10 человек привел там. Ага, все, вот. Начнем с 10 человек. Больше, пожалуйста, еще больше. Так, что у нас дальше? Вот пишет. Геннадий Петрович, прошу вас, подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше? Ну, это там, походу, разговор идет. Можно ли попробовать чистку лимфы с соком цитрусовых? Да, можно. Интересно, конечно, это чистка с помощью цитрусовых. Но, опять-таки, знаете, можно действительно все там очищать. Важно понимать следующее, что наш организм, система самообновляющаяся и очищающаяся. Если мы меньше будем загрязнять ее, то, значит, и чистить не надо. Все будет работать и так хорошо. Создаем условия, организм сам очищается. То есть, больше свежих, особенно летом, фруктов, овощей, соков, да он сам будет чиститься и начнет работать так, как надо. И насытится нужными питательными веществами, витаминами, минералами и так далее. Вот дневник молодой мамы. Значит, вот. Я такой вот дневничок привез. Привел, значит, это как описывает, как женщина забеременела и что она, вот, как все этот процесс она переживала, ощущала. Так, дальше мы разбираем лечение. Продолжаются записки голодающего. Вот. И здесь вот как раз мои наблюдения. Вот, например, такой феномен на голоде. Как только что-то патологическое, близнетворное отмирает, так возникает приступ голода. После того, как это отмерло, нечто живое, голод исчезает. То есть, у нас имеются и полипы, и какие-то живые существа, и еще, и еще там всякая ерунда живет. И как на голоде она не получает своего питания, она, значит, через какое-то время отмирает. Но чтобы это было, я вот помню как раз с чем это связано, вышли два таких каких-то полипа у меня. Это уже было где-то на тридцать вот третие сутки, тридцать четвертые сутки. Значит, вот сначала сон там приснился, был вот такой приступ там голода. Потом, значит, появились на спине, на пояснице такие, знаете, бляшечки измененной кожи, которые вот как бы показали, что вот что-то там такое произошло. Потом, значит, вот вышли вот эти вот куски, значит, полипа или еще чего-то, то, что отмерло. А это быстренько только раз кожа зажила. Ну, для этого условия, видите, тридцать четвертые сутки. это не просто так, чтобы эти, чтобы что-то у нас отмерло. А надо создать такие условия и поддержать их достаточно долго. Вот, тридцать восьмой день, тридцать девятый и, наконец-таки, сороковой день. Как я себя чувствовал, что это там такое было. Все это я описал. Вот, кстати, я весил 75 килограмм. То есть, за время голода я потерял от 23 до 24 килограмм вес. Вот сейчас я вешу 106 килограмм. Но тогда я весил поменьше. Значит, я тогда до 100 не дотягивал. Вот он же тогда занялся. Ладно. Исцеляет магнитотерапия. Что это такое, как она работает? Как эти магнитные пали проявляются? Как поднять гемоглобин в крови? Пожалуйста, масса различных средств. сок свеклы и яблок самое лучшее средство, которое я проверял на себе, на жене. И Нина Ивановна генералова, которая сдала более 300 литров крови за 50 лет своего жизни. Она как раз использовала свежую свеклу 2 столовые ложечки ежедневно с яблочками, но свекольный сок с яблочным соком. Ага, свежий, вкусно, полезно и невероятно приятно. Ну вот подошла к концу газета номер 6. с яблочками, с яблочками.